Всем привет! С вами Виталий Дудук. Мы выехали в охотничьи угодья для подготовки места для охоты на кабана с Тристенда. Тристенд будем представлять компанией Скорпио, которая находится в городе Пензе. Они выпускают аксессуары для охоты в помощь охотникам. Такие вещи, которые они делают, аналогов нет ни в Республике Беларусь, ни на постсоветском пространстве. Все это вам покажем на деле, как это работает, как это помогает, как это интересно. Чтобы охота была эффективной с Тристенда или Лабаза, самолаза, для этого нужно подготовить место. Подготовить место нужно в двух случаях. Это будет охота или на Солонце, как в данном случае, или охота на тропе зверя. Солонцу где-то полтора-два года, он рабочий. Постоянно сюда засыпаем соль. Во время дождей это все дело стекает, зверь выходит, лижет соль. Ну и, естественно, мы его потом добываем. Вот сейчас идем делать сектор обстрела. Тут уже немножко все заросло. Давно мы здесь не охотились. Поэтому в дело вступает мачете. При охоте с Тристенда предварительная подготовка охотничьего места, она необходима, чтобы охота была эффективной. Поэтому приходится немножко потрудиться. Вот это наша береза, на которую будем устанавливать Тристенд. В походном положении Тристенд выглядит вот так. То есть его удобно перемещать, в принципе, на довольно большие расстояния. Поэтому если где-то место в болоте, то тоже можно эффективно его использовать. Ну что, пришли мы к месту дислокации, снимаем Тристенд и начинаем его устанавливать. Сначала разъединяем две платформы. Вот это одна платформа, верхняя. Мы ее пока оставляем в сторону. Вот это нижняя. Вот это тросы, которые будут удерживать платформу сверху. Платформа рычажного типа. Вот здесь есть зубья, которые удерживают платформу снизу. Выставляем штанги. Из походного положения в рабочие. Теперь будем устанавливать трос. Трос устанавливается тоже. Очень удобно и быстро. Пару тренировок. И у вас все будет получаться. Так, установили нижнюю платформу. Теперь устанавливаем верхнюю платформу. Все то же самое. Штанги переводим в рабочее положение. Штанги для переноски. Они же у нас будут служить и страховочными ремнями. Тоже самое фиксируем барашками. Итак. Две платформы. Две платформы установлены. Ремень зацепился. Теперь устанавливаем страховочные ремни для того, чтобы если хоть одна из платформ, если соскользнет, чтобы вторая осталась на месте. И начинаем подъем. С собой обязательно должен быть сучкорез. Для того, чтобы при прохождении наверх на тристенде была возможность подпилить сучки. Если это нужно. У нас в данном случае дерево уже подготовлено. Поэтому мы просто на него залазим. Залазим следующим образом. Упираемся в верхнюю платформу. Подтягиваем нижнюю. И таким образом, в течение нескольких минут, мы залазим на нужную для нас высоту. С которой нам будет комфортно видно зверя. Звер не видит нас. Охота проходит с тристенда очень интересная. Тристенд, который разработан фирмой Скорпио, очень комфортный. В течение, если нужно, пяти-шести часов, четырех. Здесь можно комфортно сидеть в ожидании выхода зверя. Вот приблизительно на таком расстоянии мы остановимся. Видно наш солонец. Сейчас устанавливаем сидение. Немножко подрегулируем. Итак, уважаемые друзья. Тристенд в боевом положении. Прекрасно видно наш солонец. Поле с конюшиной. Время подъема, время сборки заняло совсем немного. Считаю, что эта охота более интересная. Зверь не видит, где вы. Нету стационарной вышки. Где захотел, нашел удобное место, подготовил его. Можно охотиться. Сидеть в таком положении можно до пяти-шести часов. Комфортно. Это уже проверено. Поэтому компания Scorpio большие молодцы, что облегчает и делает интересную охоту для охотников. Место для охоты мы посмотрели. Все супер. На данный момент будем опускаться вниз. Для начала переводим сидение в походное положение, чтобы оно нам не мешало при спуске. И спускаемся так же, как поднимались. То есть, опираемся на верхнюю площадку руками, а нижнюю спускаем вниз, потом спускаем верхнюю. Ничего сложного. Пару тренировок. И у вас это будет получаться еще лучше, чем у меня. Предварительно, конечно, когда вы уже поднимаетесь на тристенде на саму охоту, вы сначала привязываете оружие к веревочке, поднимаетесь на тристенде, потом поднимаете это оружие. Когда спускаетесь, сначала спускаете оружие на веревочке и рюкзак на землю, а потом спускаетесь сами. Все, сейчас в обратном порядке. Разбираем сначала верхнюю платформу, потом нижнюю. откручиваем барашки, вынимаем трос один, переводим эти рычаги в походное положение. делается для того, чтобы они нам не мешали при транспортировке. скручиваем тросы, вложим сюда, вложим платформу вторую, закрепляем ее ремнями к первой. Также компания Scorpio сейчас выпустила ноу-хау уголки колесами, которые можно сюда вставлять, и этот тристенд превращается в тележку, на которой можно транспортировать зверя из леса к своей машине. Вот у нас тристенд уже в походном положении. Мы его поднимаем, подгоняем шлейки и вперед. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok